Тема сегодняшней презентации — это обзор методов ОТПЦР анализа микро-РНК. Меня зовут Надежда, я представитель компании «Альгимед», как уже Анастасия Валерьевна озвучила. И мой доклад, он больше, наверное, не совсем такой фундаментальный. Возможно, многие вещи уже вам известны, поскольку вы работаете как специалисты в этой области, поэтому это больше такой обзорный доклад существующих методов для анализа, для работы с микро-РНК. Если говорить про историю вопроса немножко, то можно остановиться на таком исследовании двух ученых, имена которых вы видите на слайде. Это исследование феномена РНК-интерференции, за что была присуждена Нобелевская премия в 2006 году. В ходе этого исследования был описан феномен блокады экспрессии отдельных генов. Если говорить уже по преимуществам использования микро-РНК в качестве маркера, то, соответственно, есть различия между ми-РНК и микро-РНК. В частности, это в количестве копий, в размере и стабильности молекулы. Конечно, микро-РНК является более маленькой молекулой в сравнении с другими, и поэтому возникает вопрос, каким образом оптимизировать процесс анализа и выделения дальнейшего микро-РНК для проведения соответствующих исследований в различных областях. Переходя к краткой характеристике стандартных методов анализа микро-РНК, существующие методы, они наверняка всем известны, кто работает в этой области. Это секвенирование, это Passenger, это NGS-секвенирование, это технология микрочипирования, это технология Encounter, и, соответственно, наша УТПЦР, о которой мы более подробно остановимся уже в ходе дальнейшей нашей презентации. Хотелось бы поговорить об особенности микро-РНК, почему это значимо для УТПЦР-анализа. Прежде всего, это, как я уже ранее говорила, что молекулы достаточно маленькие, и есть проблемы посадки праймеров при проведении ПЦР, то есть в случае работы с классическими методами, что как бы навело на мысль, что классический метод можно доосовершенствовать и, соответственно, тем самым улучшить проводимые исследования в лаборатории. Итак, какие же есть методы выделения, которые применимы для микро-РНК? Это спин-колонки, это микрочастицы. Это выделение при помощи реагентики РНИ-Джем и специфическое выделение наших целевых молекул с помощью осаждения паромагнитных частиц. Вкратце хотелось бы по некоторым методикам озвучить, собственно говоря, что же это из себя представляет и в чем, собственно говоря, отличие от других методов. РНИ-Джем, по сути, представляет собой просто набор необходимых реагентов, куда входят ферменты-буферы и преимущества в сравнении с конкурентными типами анализов. На слайде вы видите, во-первых, информацию о том, сколько это занимает по времени, то есть если вы работаете с реагентикой, которая готова уже к использованию, это порядка 7-20 минут анализ проходит. Это все зависит от того, что мы хотим увидеть в целевой фракции. Если нам нужно, чтобы оставлялась ДНК, то тогда это будет намного быстрее. Если же нам нужно будет удалять ДНК из нашей целевой фракции, то тогда, соответственно, добавляется дополнительный фермент и ДНК удаляется. Соответственно, сравнение с каким-то стандартным методом, как вы видите, это может занять больше часа, в зависимости от того, как ведется работа в лаборатории, то есть есть ли опыт работы с реагентикой, есть ли опыт работы с методами центрифугирования и так далее. Опять же, многие реагенты, они весьма специфические для использования, например, требуют наличия вытяжного шкафа в лаборатории, чтобы не было сложностей при работе. Следующий метод выделения специфических молекул микро-РНК, кто-то уже из коллег его озвучивал в одной из презентаций, несколько докладов назад, еще раз хотелось бы про него рассказать. По сути, это гибридизация с зондами, это биотиновый зонд с антисусловой РНК, добавляется в наш образец, и далее происходит связывание с суперпарамагнитными частицами, со стриптовидином, после чего идет осаждение на магнитном штативе и выделение при нагревании до 90 градусов Цельсия наших целевых молекул, и далее мы эти молекулы уже используем в наших исследованиях. Это два метода, про которые я рассказала немного более подробно, как можно выделить, но поскольку презентация больше идет по проблеме вообще удлинения и дальнейшего анализа микро-РНК, как с ними дальше, собственно говоря, работать в лаборатории, есть возможные подходы к проблеме удлинения молекул микро-РНК. На этом слайде вы видите три метода, про них я дальше расскажу чуть-чуть более подробно, в чем их преимущества и недостатки. Первый метод это Steam Loop технология, она является исторически первой. Суть технологии заключается в том, что образуется так называемая петлевая структура, поэтому Steam Loop, и соответственно в участках есть мишени, специфические мишени, где происходит связывание и праймеров, и происходит дальнейшее удлинение цепи микро-РНК. Конечно, это технология ввиду своей надежности, и поскольку она является исторически первой, она себя давно зарекомендовала, естественно, она наиболее активно может использоваться на данный момент при исследованиях, но недостатки, опять же, перечислены на слайде, это то, что реакция достаточно специфическая за счет того, что требуется использовать зонды для детекции. Есть вопросы для совместимости с ДНК-терколлирующими реагентами, с CyberGreen и так далее. То есть, соответственно, технология, хоть исторически первая, она, к сожалению, не всегда может быть удобна для тех или иных работ, которые проводятся в лаборатории. Следующая технология – это технология полиоденелирования цепи. Стандартная тоже методика достаточно, которая используется достаточно часто. При помощи фермента полиоденелаза происходит удлинение цепи микро-РНК. Реакция является универсальной. Опять же, есть сложности. Это сложность работы с низкокопийным материалом, и, соответственно, относительная специфичность достигается повышенной гибридизации и модификации праймера. То есть, тоже есть нюансы, которые удлиняют процесс, соответственно, по наращиванию цепи микро-РНК. Следующая технология – это технология лонгации цепи. Она, опять же, является универсальной и давно уже тоже известной. То есть, происходит работа ферментов, трех ферментов – талегаза, ревертаза и ДНК-полимераза. Это является также, конечно же, небольшим недостатком данной технологии, поскольку необходимо делать поступенчатый процесс наращивания цепи. То есть, это, по сути, комбинация нескольких этапов. И это просто требует больше временных затрат и немного трудоемкий процесс. Переходя уже больше к какой-то более инновационной технологии, хотелось бы остановиться на технологии Tutail. Эта технология легла в основу разработки наборов от Algemet Techno. Я чуть более подробно расскажу попозже, в чем было существенное отличие. То есть, технология Tutail была разработана группой ученых под руководством Петра Андроевича. Вот на слайде можно увидеть ссылку на эту статью, то есть, назнакомиться с ней более подробно. В чем суть технологии? То, что ведется работа с двумя праймерами, то есть, происходит посадка в разных участках молекулы, благодаря чему происходит, во-первых, больше связываемость, большая степень связываемости с молекулой, и, во-вторых, определяется специфичность реакции, то есть, она здесь более высокая. То есть, если мы говорим о предыдущих методах, то там, конечно, в большинстве своем связанность проходила с одним праймером. Здесь велась работа по возможности, чтобы было связано с двумя праймерами. Опять же, ведется работа с флуоресцентом Зондом в этой технологии. Это Сибергрин. Конечно же, в этой технологии были кое-какие ограничения. Это, в частности, они связаны были с чувствительностью данной реакции, поэтому на производстве была взята за основу технология Tutel, как я уже говорила, и проведена ряд модификаций, в том числе это адаптация в части реагентики. То есть, по сути, технология та же самая, но была увеличена чувствительность праймеров, были добавлены калибраторы, которые позволяют, соответственно, проводить более точную оценку эффективности нашего эксперимента, и, соответственно, была проведена оптимизация по оптимизации состава ферментативной суммиссии. Если мы говорим про состав компонентов, то, в принципе, компоненты здесь, они не какие-то супер уникальные. То есть, это два типа буферов и два типа ферментов. Одни идут для OT, вторые для ПЦР. И единственным, наверное, таким уникальным отличием является то, что в состав набора добавлен сет калибраторов, так называемые РНК-мимики. Они, по сути, позволяют нам сделать эксперимент в каких-то искусственных условиях, поскольку калибратор является искусственно синтезируемыми молекулами микро-РНК. То есть, под каждый тип набора, который предлагается, есть свой набор калибраторов. То есть, соответственно, поскольку есть определенные ограничения по количеству циклов, то есть на этом слайде можно увидеть кривую, где в обратной зависимости находится количество молекул от количества циклов. То есть, соответственно, чем меньше цикл, тем больше вероятность, что молекулы находятся в большой концентрации в образце. Соответственно, если ведется какая-то предварительная оценка эффективности эксперимента с участием калибраторов, то можно предположить, есть ли вообще наши исследуемые молекулы микро-РНК в нашем образце, или же, возможно, что их там и нету, и по происшествии 35 циклов вообще ничего не было обнаружено. То есть, это позволяет исследователю, прежде всего, сделать какую-то предварительную оценку своего эксперимента и, возможно, как-то модифицировать, улучшить, по сути, найти более какую-то хорошую схему для работы. Какие на сегодняшний момент есть валидированные системы, готовые к заказу? Вы видите на слайде, что их достаточно много. Тут же описаны, соответственно, последовательности. Тип молекул, этот список, он не окончательный. То есть, производство постоянно работает над тем, чтобы доусовершенствовать состав и, соответственно, разработать большее количество наборов для разной типы молекул. Также дополнительно предлагаются наборы нормализаторов. Это микро-РНК, это малая нуклеолярная РНК, это наборы для контроля эффективности выделения, которые обладают специфичностью и позволяют тем самым проводить более точную оценку эффективности нашего эксперимента. Это, опять же, система выделения, которая тоже находится на данный момент в разработке. И это дизайн и валидация новых систем. То есть, помимо основных продуктов, которые есть на данный момент к заказу, есть еще ряд дополнительных, которые разрабатываются. И надеюсь, что в ближайшем обозримом будущем они будут также доступны для получения в лаборатории для оптимизации процесса выделения анализа микро-РНК. Ну, это источники информации, которые использовались для подготовки данной презентации. То есть, с этими, поскольку я рассказала буквально вкратце о том, о чем, собственно говоря, хотелось бы рассказать перед тем, как уже перейти к завершению. То есть, можно ознакомиться более подробно с информацией через эти статьи, которые указаны на слайде. Продолжение следует...